Ты ездил в Москва-Сити, чтобы купить бизнес. Какой? Арендный бизнес. Ребята купили офис 250 квадратов на 64 этаже Башни Федерации, по-моему. И типа разделили на секции, да? Разделили на 7 секций, что сдают в субаренду, собственно. Ну и получают прибыль 350 тысяч, по-моему. Со всего? Да, со всего. А так бы они за сколько бы это сдавали? Офис, офис сам общий стоит 500 тысяч. И, собственно, они на нем 850 выигрывают. Подожди, я не понял, 350 ты говоришь? Да, 350. Ну, то есть 500 они аренду платят за офис, и 350 остается... Прийти в Москву-Сити. Почему мне не понравилось, почему не купить? Потому что там разделение такое странное. 6 офисов маленьких, а нет, 7 было. 5 офисов маленьких и 2 офиса больших. То есть такие более-менее большие. И они приносят общую, ну, большую прибыль, да? Вот эти большие. И если с них съезжает кто-то хотя бы один, то вся вот эта дежуха уходит в дефолт. А это, ну, неправильно. Это очень рискованно, на мой взгляд. Собственно, поэтому я отказался от этой идеи. Но зато, опять же, вот, приобрел контакт, и пообщались с бизнесом. А в нефтянке ты говорил про перекупы, типа, да, просто? Ну да. То есть, типа, буфер между... Про стрейтеры, да. Буфер между производителем... Еще бокал веселья, попасть в России, треподависты в них. Мне хорошо. На самом деле, много же таких компаний, которые просто перекупщики. Да, таких компаний очень много. Ну, а тебя не смешает, что они ничего не производят? Что они просто продавцы, типа? Вообще, похеру. Вот знаешь, вот тут... Каждое утро и каждый вечер вот здесь останавливаются... Мира Парашвили. Это долларовый миллиардер. Два миллиарда долларов в его состоянии. Владелец, по-моему, планеты гостеприимства. Это с бара, там, еще какие-то, короче, компании. Что свыше 600 ресторанов, по-моему. Угу. И, блин, он в 19 лет приехал в Москву, и он за год заработал миллион долларов. На киндер-сюрпризах. А что, то есть он просто перепродавал что-то? Да, он просто перепродавал. И в первой части бизнеса, я считаю, так и нужно делать. То есть нужно заработать определенный капитал, от которого начинается игра. На мой взгляд, это миллион долларов, ну, это все. Как его заработать, это уже... То есть, грубо говоря, сделать себе первоначальный капитал, чтобы стартануть какое-то серьезное дело. Ну, да. Ну, да. Собственно, после этого, после того, как они заработали деньги, они поехали в Америку, им дали партнерство с бара. Они открыли здесь с бара с партнером. Франчайзи или... Ну, это эксклюзивный франчайзи, в плане, что им дают на Россию, да? Они его могут распределять в регионы, в Москву они... А, нихрена себе, то есть они им эксклюзив на Россию дали? Ну, да. Офигеть. Пацану, которому было 21 год. То есть, получается, все вот эти с бара, это получается вот он. Да, да. Все, ну, как бы, было изначально. Круто. Ну, это как раз тот момент, когда все открывали Россикс, там, Макдональдс и все такое. Они решили, типа, с бара. Ну, да. С Россиксом... Ой, ты-то не знаешь, что такое Россикс, кстати говоря. Знаешь, что такое KFC? Не, я знаю, что такое Россикс. Я застал еще это время, да. Ты знаешь эту штуку, что это русские сделали полностью аналоги, от KFC, идентичные. И когда KFC приехали в Россию, то у них появилось, ну, ультиматум такой, да. Либо вы покупаете Россикс и делаете KFC, либо, как бы, вы идете нахуй. Потому что они не смогли бы конкуренцию побороть. Я думал, это KFC, просто они сделали адаптацию под русский рынок. Прикинь, нет. Охренеть. Это вот такая вот движуха под русский. Ну, это, Оксане нравится. Собственно, этот, Apple Store, Restore, Restore, это то же самое. То есть, когда сюда, они предполагали, что сюда зайдет Apple Store, да, реально настоящий. Ну, в Москве он есть, в регионах его нет. Они предполагали, что они у них будут под сеть просто. Вот у нас, я не знаю, если мы с тобой все-таки окажемся когда-нибудь в Красноярске, в моем родном городе, да, или я покажу вам несколько сетей. Первая, это 25 часов, это московская сеть, но сделанная почему-то в Красноярске. Такого аналогов в России вообще нет. Это идеальный американский бизнес. Ну, вот фикс прайс тоже. Ну, фикс прайс, другая история немножко. Ну, чувак тоже до хрена поднял. Этот на Россию. А я тебе говорю именно региональный бизнес, который, если бы был на Россию, они бы стали номер один. Крутые автомойки, крутые заправки, крутые супермаркеты. Очень крутые. В сравнении с Азбуков Кусом, они не идут. Так что такие дела. В регионах очень много жемчужин. Если их, знаешь, туда выкупить, ввалить туда денег, да, проинвестировать и расширить на Россию, это будет супер круто. А можешь рассказать про идею, которой мы сейчас занимаемся? Ну, вкратце. Появился контакт с французским производителем духов. И, собственно, появилась идея, что нужно сделать обязательно ароматизатор в автомобиль с настоящими духами. Потому что я всегда его искал и не мог купить. И, как бы, ребята, мои знакомые тоже хотели бы купить, но не знают где. То есть ты взял то, что выгод болело? То есть ты взял то, что ты хотел сам бы, то, что бы твои знакомые бы хотели, но не было просто решения готового. И цену, за которую я бы это купил, собственно. И подумал, что дистрибьюция – это наш путь. То есть найти дистрибьюторов в России и поставить им качественный товар для перепродаж в дальнейшем. Короче, у нас, на самом деле, тема огненная. Про форус можно рассказать? Да, конечно. Вот Вован вообще сейчас сказал, типа того, что когда у них начинается отбор? 15 сентября, на мой день рождения. Вот Вован на день рождения, 15 сентября, и вот он предложил мне вписаться в дыжуху. То есть он мне рассказал идею. Очень крутая, на самом деле, идея. Сейчас вот бизнес-план показал. Мы сейчас должны найти 45 партнеров в 20 городах, правильно, да? И выйти, ну, просто поучаствовать в этом, в корпус, в этом поиске. В конкурсе миллиардеров, в школу молодого миллиардера. Там же, где как раз вот все вот эта аязовская движуха там участвовала, да? В том числе, да. Попробуем хотя бы, попытка или не пытка, да? Да, я просто знаю, что мы пройдем вот и все. Круто. В общем, а если интересно, те, кто нас смотрит сейчас, пишите мне либо Вове в личку по поводу, ну, если вы там не из Москвы, там, из какого-то там города, хотите заняться каким-то бизнесом, пишите, мы вам все распишем, бизнес-модель вам скинем. Будем рады сотрудничеству. Да, Вов? Абсолютно. Особенно не из Москвы. Особенно, да, не из Москвы, потому что в Москву мы уже сейчас будем закрывать, как бы, сами. Вот, еще плюс мы в скором времени сделаем блог, где будем транслировать, соответственно, все наши там шаги. Вы будете видеть все в реальном времени, ну, как, в принципе, сейчас это модно делать. Ну, не то, что модно, а потому что Вове не нравятся блоги, он сам ненавидит их. Вот у Оксаны есть блог, у нее там 17 подписчиков. Уже 18 сегодня стало. Но, на самом деле, это очень прикольная модель, когда ты транслируешь именно то, что у тебя происходит. То есть по шагам люди... Реальность и шоу. Реальность и шоу. Люди видят, да, люди доверяют больше. И они, когда видят, что какой-то чувак, предположим, в Казани, либо в Омске открыл у него, по-первых, он в плюс вышел уже на следующий месяц, то другой чувак из Сыктывкара думает, а почему бы мне не попробовать, правильно? Есть такое, есть такое. Ну, вот. Тебе одному проще. Что, одному проще? Прикольно ты мысль сказал про то, что, типа, почему переехал. Ну, типа, то, что там мамы и бабушки. А, да-да-да. Вот, почему переехал в Москву. Ну, у себя-то было все здорово, в принципе. По бизнесу все было нормально, можно было жить в порядке, развиваться, да? Но в Москве я увидел потенциал. И здесь проще, потому что ты один. Нет, мам, бабушек. Никто тебя не хочет пригреть. Ты один, все, один на один с миром. Вот такая мысль. Ну, да. Вообще, я заметил, что те, кто, ну, там, не из Москвы, они большего добиваются, потому что в Москве ты как-то в тепличных условиях. У тебя все есть, как бы, и тебе нету даже мотивации куда-то двигаться. Есть такая штука. А когда ты понимаешь, что там у тебя ни хера нету, откуда ты уехал, ну, я не говорю про тебя, а там про большинство, почему они уезжают. И когда они приезжают, у них, как бы, ну, у них нет другого выбора, кроме как, чтобы у них получилось. Потому что они понимают, что у них там семья, и, как бы, если у них здесь ничего не получится, то, ну, во-первых, они обосрутся перед самими собой, во-вторых, перед семьей и ребятами, которые там в них верят. Это какой-то, слушай, чувак из Comedy Club шутил. Типа, почему приезжие добиваются успеха, а москвичить пореже? Почему? Потому что, когда приезжает приезжий, он такой, не получился, ну, ладно, поеду в свое, там, не знаю, Архангельское, короче. А чувак из Москвы едет в Алтуфьево к мамке, а она ему борщ наливает, как бы. Он всегда на виду, короче. Ну, типа там он.